Вот здесь какой-то сайт для визайн-опыта. В нем можно пересвиваться, регистрицировать. Смотрите, сколько вы расходу эти измерения из воды и оплачиваете это на месте. Сайт этот rgmag.ru. Здесь можно зарегистрироваться в разделе «Личный кабинет» для бытовых клиентов. А цифровые волонтеры и расскажут, как в нем можно зарегистрироваться, почему хорошо оплачивать все через личный кабинет и как получить необходимые справки. Сегодня моя задача – помогать людям, которые хотят оплатить в ЖКХ. Наш сайт, представляемый rgmag, позволяет оплачивать онлайн и смотреть все свои задолженности. Она, как и других цифровых волонтеров, помочь разобраться в счет-квитанциях, порядке начислений и механизмах оплаты по QR-коду без регистрации в личном кабинете. А желающих хватает. Все же цифровые волонтеры работают в пунктах приема платежей rgmag по пяти адресам. Это улицы Татарская, Новоселов, Маяковского, Трудовая и Вокзальная. Ребята будут консультировать всех желающих до 26 апреля включительно. Глобальная задача цифровых волонтеров – помочь рязанцам освоить онлайн-сервисы. По статистике, которую собирали в клиентских офисах, большая часть взрослого населения не использует онлайн-сервисы для оплаты услуг ЖКХ. Они по старинке пользуются пунктами приема платежей и другими пунктами оплаты. Причины две. Одни потребители не доверяют интернет-платформам, а другие просто не знают, как ими пользоваться. Это ни много ни мало 68% населения. Потому задача волонтеров – рассказать людям, как пользоваться современными технологиями. Естественно, ребята прошли соответствующее обучение. Курсы организованы при поддержке Министерства цифрового развития, информационных технологий и связи Рязанской области. Сам же федеральный проект «Цифровые волонтеры» реализуется при поддержке ОНО «Цифровой регион». Узнать точный адрес, где будут находиться волонтеры, можно на сайте Эргмэк или в группе «Цифровой регион» в социальных сетях. Ребята помогают всем желающим. Притом не просто рассказывают о преимуществах платформы, но и помогают зарегистрироваться на самом сайте. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!